Итак, начинаем запись. Олег, я сам включил запись. Ну что ж, наступил 2020 год. Такое сочетание цифр бывает один раз в 1010 лет. Я с этим вас и поздравляю. Здесь уже много чего произошло. Ага, плюсики все поставили. Спасибо, дорогие друзья. И шаг за шагом будем продвигаться вперед. Настал очень интересный год. Не только по своей комбинации цифр, а и по тому, как мы продвигаемся дальше. И это мы все сможем просмотреть здесь и идти дальше. Смотрите, наше общение в скайпе, вернее, давайте начнем с того, что в прошлом году, как бы, ну, самое такое, на первый взгляд, незаметное, но очень существенное, можно отметить. Значительно больше разных других дел, но я, как бы, ну, выбрал просто вот пясточку наиболее таких важных. Наше общение в скайпе, оно очень сильно улучшилось, ушел негатив. Время от времени проскакивает, но сообщество наше, я вас поздравляю всех, кто слышит и кто не слышит, прочитает потом в тезисах или услышит в записи, что мы растем. Это хороший знак. Мы становимся менее, или мы, как бы, отказываемся от негатива, мы становимся проактивными, и это очень здорово. Еще много эпитетов можно сказать по этому поводу, но я пока остановлюсь на этом. Очень важно то, что мы сохранили устойчивость, как самой компанией, ну, так называемой в прошлом году, она называлась Skyway Capital. Сейчас она еще так официально называется в документах, но, в принципе, мы идем к названию Sky World Community, то есть небесное мировое сообщество. И, естественно, очень важно сохранилась устойчивость и укрепилась устойчивость концерна Skyway, то есть группы компаний. Они, или группа компаний, весь концерн стал профессиональнее намного. И это я вам могу сказать, как вот, ну, скажем, человек или консультант с очень немаленьким стажем, более чем сорокалетним стажем, работать с предприятиями, и не буду здесь вдаваться в подробности, просто поверьте мне, что концерн стал профессиональнее намного. 14 этап. Мы перешли на 14 этап, долго мы туда собирались. У этого есть свои причины, основная причина этой инвестиции, и, естественно, объем инвестиций, и, естественно, определенная готовность всего концерна к переходу, и реальная ситуация, ну, как бы, во всем процессе реализации проекта. А проектом называется это сертификация технологий и ее введение на мировой рынок. На базе, первоначально в проекте был Экотехнопарк, теперь еще подключилась и в процессе нашей деятельности появилась необходимость и хорошая возможность, я бы сказал, подключить и то, что у нас сейчас создано и создается, и будет дальше создаваться еще в Объединенных Арабских Эмиратах. Поэтому Объединенные Арабские Эмираты и проекты, которые там есть, это очень сильный ход. Это среда, которая помогает нам проект довести в конечном итоге до конца, то есть сертифицировать и высокоскоростную технологию высокоскоростного транспорта. Вот, и тем самым, как бы, проект переходит в самую последнюю, перешел уже в самую последнюю свою базу, именно, или первой фазе, последний этап, или последние этапы, назовем так. И, естественно, впереди у нас большое развитие. Теперь Скавей реструктуризируется и готовится ввод крупных инвесторов. Это не так, что мы реструктуризируемся и ждем, когда инвесторы войдут. Инвесторы уже готовы войти, но мы еще, как бы, должны причесаться, должны где-то что-то, как бы, убрать, подкрасить или убрать и вообще забыть. Одним словом, об этом уже говорили, не буду больше говорить. Важно то, что идет реструктуризация, и это очень важно. И это видно сейчас из всех документов, даже вот из последнего документа по обмену и выкупу, обратному выкупу определенной части доли или акций. Вот, там прямо четко сказано, сегодня маленькая дискуссия была у нас на чате, я потом это еще прокомментирую. Белая бумага. Пришла, вышла первая версия, теперь вышла версия 1.1. Я об этом подробнее скажу, вот, и кое-что прокомментирую, может быть, и по Skyway Global Token, насколько это будет необходимо и, возможно, сегодня. Но в основном этот разговор во всей этой части будет в ближайший вебинар, в следующий, скорее всего, следующий вебинар. Значит, внутренние операции с акциями подготовлены, кое-что было уже сделано в этом году и в конце прошлого в этом году, и сейчас подготовлено было именно то, что вы 1 января увидели на сайте РСВ. Я отвечу на вопросы и потом скажу, что значит на РСВ или где-то еще, значит, прокомментирую это. Это очень важно, что операции с акциями оживились и они пошли дальше. Чуть, может быть, кто-то ждал раньше, кто-то позже, но главное, что они пошли, и это очень важно. Подготовка первого модуля обучения, он подготовлен, о нем говорил Алексей Суходоев, и как бы он ведет в основном это направление. Это очень важно, будут вводиться и другие модули, и обучение будет переходить на качественно иной уровень. Я не исключаю, что и количество вебинаров, вебинаров такого порядка, как вы привыкли, которые ведем мы с Алексеем Суходоевым, их количество тоже будет сжиматься, но будет расширяться, скажем, возможность обучения в других форматах и в других, как бы, возможностях, о чем мы тоже когда-то говорили. Для этого уже есть практически все предпосылки. Ну и, наконец, я отмечу здесь, это не значит, что этим список заканчивается, я просто здесь ограничусь этим, что подготовлена база для легальных операций с акцией. Что под этим подразумевается, под этой короткой фразой, подготовлена база для легальных операций с акцией. Дело в том, что даже вот этот частичный выкуп, это есть подготовка, очередная или второй шаг подготовки к тому, что легально будет возможность, в ближайшее же время уже начнется, будет объявлено, и я не буду говорить, что будет объявлено. По крайней мере, подготовлена база, юридическая, организационно-правовая база для легальных операций с акциями. Это значит, что идут юридические действия для усвоения или для получения, или как бы для наличия компаний с лицензиями, международными лицензиями и с биржами. С одной основной и, может быть, с одной вспомогательной биржей. И так называемое наше с вами сообщество, которое выросло из сковей капитала, оно становится, или вполне реально, что перейдет на, как бы станет официальной большой площадкой или платформой для осуществления обеспечительных процедур с вот этих деятельностей всех. Легальных операций с акциями и токенами. Но это уже следующие вопросы. Некоторые вопросы, которые поступили, начнем с того, что я сейчас открою у себя, здесь я не успел их сюда занести, но я открою вопросы, которые еще на последний момент тут буквально поступили, и мне их переслал Алексей Суходоев. Фу, извиняюсь, Алексей Дьяков. Первый вопрос. В связи с обменом на токены. Если не в РСВ, я, я полагаю, человек, который спрашивает, если я не в РСВ, то инвесторы из сковей капитала не могут обменять доли на токены. Но, друзья, почему нет? Дело в том, что это объявила головная компания. Идет сейчас подготовка, она уже давно велась, кстати, программного обеспечения и серверного обслуживания кабинетов в сковей капитале или Sky World Community в будущем. Так. Скорее всего, она так будет называться. И акция не есть акция, не в Африке акции, потому что акция-то у нас у всех или доли Евразия Нарелска Виссисент Холдинга. Вот. И первого, и второго, и третьего. Или, вернее, Евразия Нарелска Виссисент Холдинг, Холдинг 2 и Холдинг 3. Вот. Поэтому здесь все будет буквально достаточно быстро, потому что есть операции, которые нужно будет в течение месяца сделать. Это все будет возможно. Второй вопрос. Если ранее обменивал тысячу долей на 2000 токенов, как инвестор из... Ну, как не инвестор, а как бы на... который инвестировал на платформе SWIG, то можно ли сейчас обменять еще доли на токенов? Конечно, можно. Вы являетесь акционером на общих основаниях. У вас те же самые возможности будут. Другое дело вопрос, только когда это... я не могу здесь вам сказать, когда это бывший SWIG будет делать. Теперь следующий вопрос. Значит, чем я рискую или что потеряю, если откажусь от предложения обменять доли на токены? Сейчас, да? Если есть такая возможность. Да ничем вы не рискуете. Просто у вас будет меньше токенов и все. Если вы ранее это делали, у вас останется 2000 токенов. Если сейчас будет прибавиться токенов, там немножко по другой стоимости. Потому что раньше было, по-моему, там 1, вернее, значит, 1,50, сейчас 1,55. Ну, чем вы рискуете? Ничем. Сильно вы не рискуете. Вот. Поэтому еще будут много других интересных возможностей. Следующий вопрос. Массовое внедрение эксплуатации адресных проектов скажется ли на размере дивидендов для инвесторов 2015-2016 года? Ну, дорогие друзья, вы или не слушаете, я не буду сейчас называть, кто этот вопрос задает, значит, и он тут еще дальше комментирует. Или наши дивиденды зависит только от успешного разрешения строительства Экотехнопарка? Экотехнопарк являлся основой сертификации, и мы приобретали или, скажем, кредитовали и брали залог только лишь потому, что мы верили, были лояльны тому проекту. Проект назывался и называется примерно, и дословно я сейчас не буду его называть, это, значит, проект сертификации технологии высокоскоростного транспорта второго уровня и выведения его на мировой рынок в использовании. Поэтому все те блага, все те выгоды, которые дают наличие владения этих акций или долей, которые потом перейдут, станут полноправными акциями свободного как бы обмена или обращения в определенный период, так, там разные варианты будут, поэтому все будет действовать, поэтому адресные проекты это основной, или проекты это есть основной источник поступления средств, накопления доходов и расчета прибыли, из которой будут платиться дивиденды. Вот такой ответ, дорогие друзья, теперь вернемся обратно. 2.1. Будет ли предложение по обмену доли на токены предложено на платформе? Ну, я уже ответил, так. Будет ли участвовать те, кто состоит во второй, третьем полдень в акциях по обмену доли на токены? Если вы не знаете, кто может ответить? Я не знаю. Ответить пока никто не может, потому что решение не сделано. Когда решение будет сделано, тогда получите ответ. Поэтому 2.3 это более поздние, я потом в одной таблице вам покажу, оттуда можно прикинуть, когда это будет, значит, и какие будут возможности. По всей вероятности будут, если мы вспомним, если вспомним первую версию или начальную исходную версию белой бумаги, white paper, там было, что в пределах 5% акций предполагалось будут использованы для обмена. Все остальное, как бы только токены будут покупаться и продаваться, и для этого сейчас тоже готовится юридическая, правовая и организационно-правовая база. Она почти готова, и об этом будет сказано теми, кто уполномочен это сказать. Поэтому будет, когда не знаю, и кто, когда это будет сказано, тогда будет известно. По акции обмена всего дается 25 миллионов на обмен, или на каждый участник по 20 миллионов. Это всего 25 миллионов, вот, выделено как бы пока, как только они будут исчерпаны, тогда будет это закончено. По-моему, так там было написано. 2.4. Будет ли регулироваться цена токена компаний, или это будет сделано рыночным механизмом? Сейчас это регулируется компанией, потому что это внутри компании. В дальнейшем, как только будет выведено на биржу, это будет рыночным механизмом регулироваться. Вот основные ответы на вопросы, которые мне поступили. При Фотландии, так что, вебинары есть. Эти вопросы, Дмитрий, я читал у себя там в скайпе. Вот эти сейчас, которые у меня только 4 здесь, я не успел их сюда перенести, они у меня были уже здесь, в этом самом, в описании вебинара. Теперь дальше. Так, а что тут у меня такое? Так, следующее. О внутреннем выкупе и обмене, дорогие друзья. Значит, смотрите, акции доли ЕРСС. Обращаю ваше внимание в самом начале. То, что здесь мне написано. Значит, все, что я использую, и каждый из нас, кто бы то ни был, должен показывать источник. Смотри, получено оттуда-то. Вот здесь все внизу. ЗУ показано. Поэтому, участвовать, я не весь текст, но основная информация оттуда. Участвовать в акции по обратному выкупу, поможет инвестор с датой рождения до 31.12.44. Снизу и выше. Понятно, да? То есть, те, кто определенный возраст достигли. То есть, те, кто определенный возраст достигли. Включительно 31.12.1944. Уже 1.01.45.1945 года не попадают под это. Понятно, да? Второе. Обменять доли на токены все инвесторы Евразин, Рейл Скайвей Системс Холдинг Лимитед, без исключения. Понятно. Именно Евразин, Рейл Скайвей Системс Холдинг Лимитед. Это, мы знаем, что это примерно было там до начала или до первой половины, я могу ошибиться, до апреля, марта месяца, может быть, 16 или там в 16 году. Не важно. Одним словом, важен факт то, что это Евразин, Рейл Скайвей Системс Холдинг Лимитед. К участию в акции обмена допускаются только владельцы инвестиционных долей компаний Евразин, Рейл Скайвей Системс Холдинг Лимитед. Все остальное и все идет вот через этот, как бы, через эту ссылку. Это очень важно, пожалуйста, обратите на это внимание. Значит, Коля, будут ли начисляться дивиденды на токены? Вы понимаете, токен это и есть токен. Он тем отличается, что это как, ну как вам сказать, это электронная версия определенная. Нет, на токены не будет начисляться, но как бы в токене будет его цене, будет отражаться то, что вычисляется на акции, выплачиваются дивиденды. Понятно, да? Может быть, может быть. Сейчас механизм токенов или, скажем, операций с токенами настолько расширился, что, может быть, можно будет выпустить и, скажем, довыпустить по каким-то проектам такие токены, которые будут играть роль почти такую же, как и акции, но в электронном виде. Почему бы и нет? Я не исключаю это. В нашем случае пока об этом никто ничего не говорил и неизвестно. Так, дальше. Теперь по белой бумаге. По белой бумаге сегодня, вот я сегодня только хочу сказать следующее, чтобы вы понимали, что там есть шесть разделов. Skyway технология, система блокчейн и Skyway проекты, Quantum Computer, значит, утилити токен Skyway Global Token, его раскрытие с другой стороны, потому что это все было, кроме Quantum Computer, это все было и в первой версии, в начальной версии белой бумаги, сейчас дополнено, потому что это все дорабатывалось. Файнал, окончательные, значит, провизии, или, скажем, возможности, это, ну да, это возможности, значит, это сюда входит безопасность, риски, значит, и различные объявления, и в конце концов шестое, это терминология и разъяснения. Вот это есть белой бумаги. В ближайшее время, скорее всего, к следующему разу я подготовлю комментарии с моей стороны, как я это дело понимаю. Только лишь комментарии с моей стороны, насколько это понимаю. Не то, как это есть в действительности, а то, как я понимаю. А постараюсь как можно больше к реальности это приблизить, то, что я буду комментировать, для понимания. Кому-то это, может быть, пригодится. Теперь дали, дорогие друзья, дали, дорогие друзья, значит, поэтому я вам сказал. Вот, очень важно, я использую старую таблицу, не буду сейчас разъяснять, кто не видел, не слышал, ну, ничего не поделаешь, просто покажу, что это была таблица, когда-то сделана, прокомментирую, где я взял одного моего товарища, его инвестиции, у него больше инвестиций были, но я вырезал с каждого года, он начал с 2015 года, каждого года вырезал его инвестицию, кредитование по 1 тысяче долларов. Понятно, да? И что значило это в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 году для него, и что это будет значить для него в этом году. Поэтому, и здесь для чего? Для того, чтобы оценить, как бы, уровень капитализации этого проекта. Если в конце 2015 года он, значит, инвестировал и кредитовал тысячу долларов, и получил, как бы, зафиксировал залог в 600 тысяч, это значило, что рост капитализации у него был 600 раз. Но тогда так называемая себестоимость капитуля или его кредитованного 1 доллара, или, вернее, 1 полученный в залог доли или акций был 0 или 16 тысячных, 16 тысячных, десятых, сотых, тысячных, да, 16 тысячных доллара. Уже в 2016 году это было 4 тысячных доллара. И сегодня, к чему я доведу разговор, средняя, средняя, за эти два года, или вот за эти два периода, я усредненно беру просто палец по потолок, друзья, чтобы в разах понять, что это значит. Обратный, как бы, выкуп 0,12 тысячных, извиняюсь, 0,12 сотых, это в 4,3 раза за этот период. То есть 400, более 400 процентов, ежегодно более 100 процентов. Где вы еще такой проект видели? Дорогие друзья, тут нечего больше говорить. И это реальность, понимаете? Да, кто-то сидит и говорит, да, вот кому это там можно, а я начал в 18-м, в 17-м, там, где-то в 16-м, у меня этого нету, нет, я не получил этой возможности. Но все впереди, дорогие друзья, и сегодня целью нашей не является, ой, как быстро я хочу продать, ой, я уже продал, кто-то там на чате хвастался, что я уже все продал, там у меня уже все. Друзья, кто там продал чего? Зафиксировал что-то. Не надо спешить, не надо спешить. Поэтому не буду я говорить, посмотрите белую бумагу, как там примерно видится динамика изменения токенов. А оттуда недалеко и акции. Они между собой имущественно или через капитал, они между собой связаны, понимаете? И причем токены, они создаются на базе именно того имущества. Плюс всей той, как бы, автоматики и блокчейн технологии нашего четвертого уровня для автоматизации всей этой системы, для ее секьюритизации, для его безопасности. Это очень мощнейший инструмент. Поэтому это только начало. Не надо спешить продавать. Да, кому-то приперло, ничего не поделать. Но постарайтесь как можно жестче сохранять эти акции. Поверьте мне, вот здесь видно вот эта необходимость. Причем я просто повторюсь тем, кто, может быть, не слышал, не видел, что была только в 15-м, была только технология. Мы стояли на пустом месте в экотехнопарке. Мне недавно это показывали в Нигерии. Сделали, значит, наши нигерийские коллеги. Сделали видеофильм. Я, внуки, отрезков оттуда сам еще не видел. Я просто вот стоял потрясенный. Что и как происходило, когда только начиналось. Сооружение экотехнопарка. В 16-м году нулевой, в апреле нулевой километр. Первые сооружения. Только-только-только. Фундамент там. Все говорили. О, там бетон. Не умеют заливать. То, сё, пятое, десятое. В ноябре месяце пошел первый юнибайк. Юнибайк. Юницкий его там обнимал стоял. Понимаете? Дальше, дальше, больше, больше, больше. То есть, все пошло. Все пошло. Все идет, 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 идет. Друзья, проект развивается. Это радует. Это очень важно. Далее. Теперь, что еще хотелось иметь в свой банк? Вы знаете, Антон, значит, что касается банка. Зачем банк свой? Значит, а что, по-вашему, чем является наша система токенов? Она является банком, но электронным банком в электронной среде даже более мощной. Потому что банки, они отработали уже свой механизм. Банк, он не нужный аппарат. Он настолько зарегулирован и зарегламентирован. Это можно тут часами рассказывать. Да что тут рассказывать? У кого есть время и желание, значит, поройтесь или посмотрите, что о банках говорят в интернете, если вы хотите убить свое время. Двумя словами, банки, это система, которая отработала свое время, она цепляется за реальность, она цепляется за возможности, она перестраивается, но она, как всегда, как всегда, хотят обуть всех своих этих самых вкладчиков, к чему мы идем торжественно, понимаете? И поэтому, кто еще не успел вложить, скажем, в проекты какие-то, в первую очередь именно в наш проект, то, пожалуйста, используйте эту возможность. Я неоднократно об этом говорить, сегодня не буду повторяться, потому что я нахожусь очень далеко, и мое время ограничено. Я могу пользоваться еще интернетом, так, еще где-то порядка 13-15 минут. Вот. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. И напоследок то, что я для вас сегодня подготовил, хочу еще, значит, что важно далее. В первую очередь завершение проекта Экотехнопарка и инновационного парка в Шарже. Это 14-15 этапы. Да, тогда будет завершена полностью технология, выведена сертификацию и готова для выведения на мировой рынок и уже и выводиться будет, потому что за эти периоды уже пойдут несколько реальных проектов. Всегда спрашивают, а где реально уже что-то строится? Да, строится, в Шарже строится. Строилось в Экотехнопарке, но это все пока испытательно, скажем, сертификационное, а сейчас в Шарже строится реальный. Поэтому уже есть. Все остальные в проектной стадии находятся, в проектной фазе. Пакеты обучения подготовлены, готовятся, будут только вводиться, вводиться, вводиться. Инструменты интернет-бизнеса, навыки управления бизнесом, разработка и участие в различных интересных разработках по будущим, скажем, линейным городам и поселениям и по бизнесу, который идет, если вы помните, кто помнит предыдущие вебинары, где я говорил о кластерной системе, что SkyWay технология является или технология инновационного транспорта. Я все меньше и меньше буду сейчас пользоваться технологией SkyWay, потому что это, скажем так, возбраняется. А это просто инновационная технология. Это собственность головной компании, и в СУЕ нельзя ее называть. Инновационный высокотехнологичный транспорт, за ним идет масса других проектов, других возможностей. То есть кластеры, они поддерживают друг друга, усиливают эффект функционирования транспорта, но одновременно дают возможность развитию другим бизнесам. Строительному, аграрному, транспортному, просто торговому бизнесу, обслуживающему бизнесу, чему угодно, очень много чего. Далее, индивидуальный бизнес возможен. Открытие акций дает возможность на их базе, участие команд в проектах, индивидуальный бизнес вести, есть бизнес, хочешь участвуй в проекте, токенизации какого-то проекта, не хочешь, не участвуй в сопряженные эко-проекты, о чем я уже говорил, и строительные проекты по инновационному транспорту, созданию сети Транснет. Этот все, весь цикл начинает действовать. Уже все больше и больше элементов готово, подготовлено и начинает работать. Когда мы будем говорить о белой бумаге, я постараюсь более подробно еще раз это дело обосновать, кому это интересно и важно. Так, есть ли у нас еще вопросы здесь? Я сейчас посмотрю, там у нас нет, больше нету. Так, теперь, значит, что у нас здесь еще есть? Так, ну вот, вроде бы и все, дорогие друзья. Я благодарю вас всех за внимание. Желаю вам хорошего начала года, самореализации, развития. Доброго здоровья всем вам. Вот, и берегите себя. Строим высокоскоростной, инновационный, пробивной транспорт на втором уровне. Спасаем планету, спасаем сами себя и друг друга. Мы, Sky, небесное, всемирное или мировое сообщество. Sky World Community. С Новым Годом, с наступившим. С счастливого наступающего Рождества. И следующего Нового Года по старому стилю. А потом еще и китайского Нового Года. Будьте здоровы, бледите себя и своим. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...